Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хотел бы рассказать о небольшом подарке производителя, которым награждается каждый владелец велосипеда Baitwin 3 Band 100. Речь пойдет об ободной ленте, которая по совокупности свойств не подходит для колес с высоким давлением. В далеком 2018 году данный велосипед приобретался как недорогая заготовка для шоссейников. Соответственно, первое, что планировалось, установка клинчеров Conti Ultra Sport шириной 25 мм. с расчетным давлением на заднем колесе порядка 7,5 атмосфер. Вот так данная резина выглядит на родном переднем обыке, который эксплуатируется один летний велосипед. Из отзывов я знал, что у людей происходило неожиданное пробитие камеры, независимой от дорожных условий. Камера просто продавливала родную ободную ленту в отверстие для спиц, при этом сама повреждалась. Покурив форумы, понял, что мне нужна специальная армированная ободная лента. Цена на такие образцы была явно завышена. Покурив форумы еще, нашел очень недорогую альтернативу в виде обычного канцелярского скотча. Как оказалось впоследствии, способ абсолютно рабочий. Проверен общим пробегом примерно 3,5 тысячи километров. Но есть некоторые нюансы применения данной технологии. Первое. Нужно убрать все заусенцы с отверстий для спиц, чтобы они не порезали скотч. Второе. Ширина скотча должна быть немного шире, чем канавка в ободе. Это гарантированно исключит открытие отверстий, когда колесо будет собрано и накачано. Третье. Количество слоев должно быть не менее 7, а лучше побольше. Сейчас я наматываю весь кусок целиком, слои при этом не считаю. Скотч беру в ближайшем канцелярском магазине. Марка абсолютно не принципиальна, но я пользуюсь вот таким. Вот тот самый подарок производителя. Это армированная лента. Напоминает нашу изоленту. Она может быть тоже справилась бы с задачей, если бы она была изначально намотана больше, чем в один слой. Но экономия взяла верх над здравым смыслом. Сейчас остатки данной ленты вожу с собой на всякий пожарный случай, так как она очень хорошо липнет и ее можно использовать неоднократно. Отсюда, кстати, вытекает главный недостаток использования скотча. Невозможность его повторного применения. Если лопнет спица, то скотч придется перематывать по новой. Но с учетом стоимости материалов, это мелочи. В этом сезоне поэкспериментировал с Дашманской 35-й резиной. Совершенно не понравилось, как Катя. Решил переставить контики назад. Главное перейти на какую-нибудь 32-ю. Так как состояние асфальта и мусор в виде камней и стекол не позволяют полностью расслабиться при езде. О выборе резины и об ощущениях от езды обязательно расскажу в будущих видео. Вот так выглядит поработавший скотч. В отверстиях скотч немного продавливается внутрь, но это не критично. Клеевой слой из-за воздействия влаги немного побелел. После намотки отверстие под ниппель удобно прожигать каким-нибудь подходящим предметом, нагретым на газовой горелке. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.